Приветствую вас, давайте разбираться об том, что вы написали, потому что есть у меня такое решение, что вы сами не знаете, что вы хотите. Итак, вы пишите, устало от всего. Как вновь обрести желание жить? Вы уже живете, и то, что вы живете без желания, обусловлено лишь тем, что вы перестали о себе заботиться, и перестали вы о себе заботиться, судя по всему, гораздо раньше, чем начались те истории, которые вы сейчас здесь описываете. Это скорее жизненная позиция, а не какое-то происшествие. Если вы устали от всего, значит, вы не цените свой ресурс, вы не ведете учет к тому, на что вы тратите свою энергию. Если вы устали, значит, вы не видите, не ощущаете личный границ между вами и другими людьми. И не умеете вовремя говорить «нет», потому что, вероятно, боитесь, что все остальное, потому что, вероятно, боитесь, что в предыдущем случае с вами никто общаться не будет. А это становится возможным благодаря тому, что у вас заниченная самооценка. Ну, например, как вариант. Либо вы боитесь одиночества. Что, в принципе, ну, не одно итоге, но идут очень близко. Итак, вы пишите, мне 29 лет. Здесь я хочу вас спросить, для вас имеет значение возраст какого-нибудь? Я девушка, мужа нет, детей нет. Но дело не в этом. Да нет, почему? Дело в этом. Видите ли, если вы написали, что у вас нет детей и мужа, то, скорее всего, вы этого хотите. Если вы этого хотите, если вам это нужно, ну, где-то вот в глубине души, если вы этого хотите для себя, то нужно задать себе вопрос. А почему я этого хочу? То есть, почему я хочу мужа, зачем мне мужа, зачем мне дети, к примеру? Да? Вот. То есть, это всё. Вот такая история. История ваших потребностей на самом деле. Игнорировать это нельзя. Дальше. Всё началось полгода назад, когда я почувствовала, что радоваться жизни, помогать всем и просто жить сил нет. Ну, потому что всем помогать не нужно. Всем вы не поможете. Здесь вы, похоже, вступили в треугольник Карпмана в роли спасителя, ну и действительно, здесь на самом деле являясь жертвой. Что читается про треугольник Карпмана, я думаю, вам станет понятно. У меня был очень трудный период весной, на работе домогался начальник. Интересно, что он до вас домогался. Поэтому, смотрите, я могу предположить, что начальник до вас действительно домогался, потому что вы не обманываете от этого всё в порядке. Но, меня скорее, знаете, волнует... Меня скорее, знаете, волнует немножко другой момент. Да, меня волнует момент о том, как вы себя вели, как вы себя вели. Вот, когда он до вас домогался. То есть, вы не пожаловались на него, получается. Поправьте меня, если я ошибаюсь. А вы на него не пожаловались, вы не попробовали решить вопрос, как бы, ну, деловым путём. Вот. А вы, что, получается, просто, просто, просто терпели? Или как? То есть, вот, вопрос у меня к вам такого типа. Далее, значит, ну, опять же, это же началось, да? То есть, начальник начал домогаться. Значит, когда-то он сделал свой первый шаг, да? В сторону этого. И вы ему, видимо, ну, не дали откровенный поворот, то есть, отворот на ворот. Что у него осталось надежды на то, что, ну, надежды на то, что, может быть, что это получится. То есть, почему-то вы вот ему оставили надежду. Вот. Это, опять же, как бы, к сожалению, да, это вопрос к вам, по какой причине так? То есть, как вы себя вели с человеком? Как вы себя вели с ним? Как вы себя поставили с ним? Вот. Я вас, опять же, не обвиняю ни в чем. Вы не подумайте из чего плохого. Я вас не обвиняю. Я просто хочу, хочу сказать, что домогательство, домогательство, это отношение. То есть, он, условно говоря, маньяк, преследователь, а вы жертва, жертва. И, если вы жертва, а вы, если вы жертва, то вы были ей изначально, жертвой. И, получается, что он увидел в вас жертву, и именно поэтому себя вёл. Так. Ещё раз, я вас не обвиняю, ни в чём вас не обвиняю. Я хочу просто сказать, что у того, что произошло, имелись свои причины. Я хочу, что вы, может быть, поисследовали эти причины. Мне бы хотелось, чтобы вы разобрались в том, как же это стало возможным. Дальше. Просыпаясь, думая о работе, у меня тряслись руки. А, по какой причине? То есть, вы были беспомощны, вы себя чувствовали беспомощны или как? То есть, из-за чего у вас тряслись руки? То есть, вы-то здесь, причём, что человек до вас домогался, условно говоря. Да. То есть, вы же никак его не приватировали. На это верно? Или нет? Понимаете, да? То есть, у вас это вызвало достаточно серьёзный стресс, но меня интересует в данном случае, почему у вас это вызвало такой стресс? Как вы эту, значит, свою проблему, да, решали? И решали ли вы её как-нибудь? То есть, это вот тоже такой очень важный момент, на который вам нужно обратить своё внимание. Далее. Вы пишите. Еле-еле сдерживались, чтобы не сорваться и со мной не сойти с ума. А не сойти с ума от чего, если вы здесь не виноваты? Еле сдерживались, чтобы что сделать? Что это было? Агрессия, это была злоба, это было что? Чего вы сдерживали? От всех стрессов и постоянного страха, чего вы боялись? То есть, ну, домогание начальника, домогание, это неприятно, это оскорбично. Но это не что-то страшное. Да, дорог, в некотором смысле это говорит о том, что вы привлекательная женщина, которая вызывает желание у мужчин. То есть, в некоторой степени вам это должно было подняться на оценку. Вот. В некоторой степени, повторюсь. Не отменяя этого факта, что это аморально и неприемное поведение. Но страшного-то здесь что? Именно страшного, именно страшного что? То есть, где-то, получается, вы потеряли контроль. И где-то вы, получается, перестали, ну, немного, немного, немало нести ответственность за свою жизнь. Далее, ухудшилось состояние, началось нервных кашель. Ну, понятно, психотоматика появилась. Разобраться в причине кашель и его убрать помог психиатр и друг, за что я ему благодарен. Хорошо. Я уволен из той адской работы. Нет, не адской работы. Вот, понимаете, какая штука, да, у вас работа адская. Работа не адская. Адскими здесь можно назвать ваши отношения с начальником, который почему-то пощадал вас своим сексуальным объектом. И не без вашего в этом участия. Вы уж простите меня за вот такие, может быть, неприятные вещи, что я вам говорю. Но я считаю, что вы также в той или иной степени приложили к этому свою руку. Хотя и не специально, без слов. То есть, работа не адская. Значит так, вроде бы должна была радоваться, но поняла, что сил нет. Ага, ну, с одной стороны, с одной стороны, если бы вы радовали жизни изначально, то вы бы не перестали ей радоваться, на самом деле. Потому что радость жизни это такая штука, она постоянно, она не какая-то, знаете, ну, условно говоря, сегодня я радуюсь жизни, да, а завтра нет. Вот это так, это так не работает. Вы либо радуетесь, значит, значит, ну, жизни постоянно, либо вы не радуетесь жизни вообще. Я так полагаю, что ранее, ранее для вас радость жизни заключалась именно в том, чтобы помогать, ну, людям, другим людям, чтобы помогать, именно, вот. Раньше ваша радость жизни заключалась именно в этом. Но теперь, когда вы оказались для себя вот в такой ситуации крайне, ну, крайне негативной, вот, что вы не смогли больше этого делать, вы не смогли больше помогать людям. И, и, привычный способ радости жизни, как вот вы говорите, для вас больше не работал, и не работает. И чувствуете, что радоваться жизни вы не можете, не можете, к сожалению. Но, еще раз повторяю, радости жизни у вас, скорее всего, не было изначально. Потому что, эээ, помогать всем, да, это не радость жизни. А то, что вы вкладываете, вкладываете в радость, ну, это, да, тоже нужно исследовать. Дальше, у меня есть подруга, с которой мы довольно давно дружим. Она постоянно звонит мне и сливает на меня свои проблемы. Это не дружба, это использование. Вы с ней не дружите, потому что она вам нужна для чего-то, а она вас просто использует. Это не дружба. И дальше, вот, вы описываете, это просто психологическая игра. Либо психологическая игра «Адоно», ну, скорее всего, это психологическая игра «Адоно». И, опять же, вы здесь находитесь в троугольных карпах, но это не дружба. Вот. Кхм-кхм. Ээээ, дальше. Плюс она, она, судя по всему, эээ, обладает истерическим типом личности. В результате несколько ее мнений, она единственная правильная, ей похожа от нее, но не только выслушать ее и пожалеть. Да, все так, все так. Только вот жалость разрушает. Далее вы спрашиваете, кто пожалеет меня? Аноним, вас не нужно жалеть, потому что жалость — это очень вредная история, и она крайне деструктивно влияет на человека. По сути, жалость ничего не меняет, жалость только создает иллюзию. Жалость создает иллюзию того, что у вас, к примеру, всё хорошо. Знаете, кашельку. И всё. И всё. Жалость только создает иллюзию. Поэтому, поэтому, очень важно, чтобы вы сами на жалости не концентрировались. Вот. Вы можете заботиться о себе сами. Вот. Вы можете заботиться о себе. Вы можете относиться к себе достойно, и тогда жалеть вас не придётся. Это можно сделать. А когда жалеется, то у человека ничего не меняется. Разве вы не видите, что вы подругу свою жалеете, а она в этом нуждается ещё больше, 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 больше. Просто потому, что по-другому не было. Когда вы жалеете, вы берёте на себя, как бы, часть ответственности за человека, и у него в жизни, по итогу, ничего не меняется от слова вообще. Поэтому, жалость, это очень деструктивное чувство, создающее иллюзию того, что у человека всё может быть хорошо, или что у человека, там, например, ну, есть какая-то подведочка или что-то ещё. Дальше. Дальше. Если я начинаю разговоры о себе, она не стеремонически перевивает, говорит о том, как ей плохо, ей обязательно хуже, чем человек. Ну, это такие люди классические. И я бы сказал, что я понимаю ваше желание рассказать о себе, я понимаю, но правда в том, правда в том, что вы обе эгоистки. В хорошем смысле этого слова эгоистки, потому что каждый из вас пытается получить что-то для себя. Но! Каждый из вас пытается что-то получить для себя через другого. А это... Это неправильно. Это неправильно в том смысле, что, ну, ничего хорошего в этом нет. Вообще. Опять же. От слова, от слова. Вообще. Знаете, ничего хорошего из этого нет. В этом не в том, что вот вы... Значит, как вы устраиваете общение друг с другом. И вы тоже. И вы тоже. Вы тоже. Вы тоже относитесь к ней потребительски. К сожалению. Вот. Поэтому... Такая вот история. Кхм-кхм. Дальше. 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 Эм... Можно... Можно... Много и долго можно говорить о ней. Я думаю о ней постоянно. Эм... Это вот очень интересный момент. По какой причине вы думаете о ней... Постоянно. Только это больше похоже... На что? Это больше похоже на навязчивые мысли. Судя по... Ну. Судя по тому, что вы описываете, да? Это больше похоже на навязчивые мысли. И это... Собственно... Запрос... К вам. Что стоит... За вашими... Постоянными мыслями о ней. Дальше. Пытался объяснить. Ей на днях. Что у меня больше нет сил. И хочу побыть сама собой одна. Чтоб никто не трогал. Но вместо того, чтобы понять, ответить. Жаль, вы перестали друг друга понимать. Я задумывал мне тот человек, который меня понимает. Это я ответ. Я в силе. Опять же. Состояние шока. Это очень удобно. Очень удобно. Очень... Выгодно. Выгодно. Состояние. При... Котором. Человек. Не несет. Никакой ответственности. За то, что с ним происходит. Я вам. Ээээ. Серьезно. Сейчас. Это. Говорю. Тут вы в шоке. Как бы. Вы говорите. Ух. Как она могла так поступить. Ух. Что же она делает. Там. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Плохо ли это? Что, как она себя ведет. Да. Это. Очень. Довольно. Негативная история. Да. Это так. Это так. Действительно. Это негативно. Но. Вы. Вы позволяли. Ей. И. Изначально. Вести себя. Так. Так. А теперь. Вы. Как бы. Запрещаете. Это делать. И естественно. Она не понимает. Не понимает. Почему. Почему вы ей запрещаете. Ей что-то делать. По какой причине. Вы запрещаете. Ей что-то делать. Ведь раньше же. Все было хорошо. Раньше же. Все было нормально. Вот. Понимаете. Какая штука. Поэтому. Отношения. Отношения. С людьми. Так. Не выстраивают. Потому что. Это. Деструктивный. Очень. Подход. Дальше. Помогите. Пожалуйста. Я не знаю. Как выйти из этого круга. Из какого. Где я психолог. Психолог. Который ставит подругу выше всего. Нет. Нет она. Вы не психолог. Вы спаситель. Который спасает подругу. А через нее пытается спасти себя. Это не психологическая работа. Поскольку вы находитесь. В болезненных отношениях. Поскольку вы находитесь в деструктивных отношениях. Поскольку вы находитесь в созависимых отношениях. с правом созависимости. Тоже можете. Почитать. В интернете. Я думаю. Эээ. Ну. Я думаю. Что вы. Найдете информацию. Для того. Чтобы получить. Эээ. Представление о том. Как. Как. Эээ. Обстоять дела. Но вы не психолог. Вы делаете это. Потому что. Вам это нужно. Вы делаете это. Потому что. Вы. О своей подруге. Зависите. Дальше. Она. Какой-то манипулятор. Эгоист. Который упивает. Желостепнее. Да. Она. Манипулятор. Эгоист. Она делает это. Потому что. Позволяет. Ее. Этого не поменяет. Ее. Этого не переделает. Мне. О чем. 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 О нем думать. О родителях. Которые все еще заботятся. О мне. Дочери. Перерост. То есть. Да. Вот. Идет обесценивание. Вот. Идет обесценивание себя. Как я такая шука. Я не думаю о других людей. И так далее. То есть. Идет принижение себя. Вот. Именно. Из-за этого. Принижение себя. Из-за этого. И начальник домогался. По сути. По сути. Я являлся эгоистом манипулятором. И подруга. вас использовать. Именно из-за того, что вы себя адекватно в отношениях с людьми не знаете. А. Я считаю, что это за человек, который вам помогает. Вот. Вы, конечно, будете говорить, что он хороший, что он там. Вам только добра желает. Я с вами не спорю. Но. Как бы. С учетом того, как быстро выстраиваются ваши отношения. И. И. С учетом того. Ну. Что вы о себе. Что вы о себе думаете. Да. Вот. С учетом этого. Э. Ну. Мне кажется. Мне кажется. Что. Тут тоже. И. Могут быть. Какие-то подводные камни. Вот. Поэтому. Если говорить о выходе. Да. То есть. О выходе. Из замкнутого. Из замкнутого круга. То. В первую очередь. Нужно. Определить вам. Для себя. Определить вам для себя. В первую очередь. Нужно. Эм. Эм. Ну. Какая выгода. Эм. Вам. Вторично. Вторично. Выгода. Какая. Какая. От того. Что. Вы. На этом круге. То есть. Вы. Для чего-то. Хотите. В нем быть. Вам. Он. Для чего-то. Нужен. И что вы. От этого. Получаете. Ситуация. Неизвестно. Потому что. У вас. Будет. Всегда. Мотивация. Находиться. В этом. В этом кругу. В этом кругу. Там. Вот. И все. Такая история. К сожалению. То есть. Эм. По факту. Вы сейчас. Сами. Эм. Эм. Ну. Скорее всего. Не осознавая этого. Эм. Сами. Вы. Пытаетесь. Вовлечь. Нас. В. Игру. Которая. Называется. Эм. 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 Дано. Вот. Вы. Пытаетесь. Эм. Нас. Значит. Ну. Вовлечь. Эм. 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 Пока вы. Вот. Будете играть. Да. Пока вы будете играть в эту игру. Ничего хорошего не получится. Ни для вас. Ни для нас. Эм. 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 Давайте вот это вот навязчивые мысли, да, давайте с ними разбираться, это навязчивые мысли. Это именно вот навязчивые мысли, которые, ну, вам необходимо разобрать в себе. Вот. Это именно навязчивые мысли. И работа нужна с ними, а не вам, а не вам эти мысли. А для чего-то нужны. Зачем-то нужны. Так что, давайте исследовать будем. Мне не очень понятно, почему, если у вас, к примеру, есть психиатр, да, вот как вы говорите, который помог вам, почему вы сейчас не обращаетесь к нынкому, к психиатру, вот, а обращаетесь сюда. А, значит, что касается рекомендаций, то с подругой сейчас стоит всякое общение вообще прекратить, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд. Вот, потому что там, потому что, ну, ничего хорошего не будет, потому что вы с ней сейчас взаимодействуете, там ничего хорошего. Вот, с ней нужно перестать общаться, а природу своих мыслей, да, вот именно природа своих, именно природа ваших мыслей, ага, нуждается в корректировке. Вот. То есть, именно вот источники ваших мыслей, почему у вас такие мысли, вот это то, над чем нужно вам сейчас работать. То есть, взять личную ответственность, взять личную ответственность на себя за то, что происходит сейчас с вами. Дело не в подруге, дело не в начальнике, дело исключительно в вас. То есть, конечно, люди, конечно, люди сами, они что-то делают, конечно, люди, они сами, там, чего-то хотят, да, они сами, ну, как-то себя ведут, да, они сами, ну, ведут себя каким-то образом. Вот. Они сами, конечно, от вас чего-то хотят, это как бы норма, это норма, что они от вас чего-то хотят. Но вопрос не в том, чего они от вас хотят, вопрос в том, что хотите вы и как вы ведете себя. Понимаете, какая штука. Вот. Пожалуй, так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...